Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного. Обязательно, ребята, подпишитесь на канал. Поставьте лайк под этим видео. Поделитесь видео с друзьями. И напишите свой комментарий. Обязательно, ребят, максимальный репост сделайте. Сегодня, ребят, перед началом просмотра этого видео, я вам хочу сказать, что вы посмотрите один из дней жизни харьковчанина. Как мы здесь живем, а точнее, выживаем. Всем приятного просмотра. Сидим, ребятушки, соблюдаем правила двух стен. Город Харьков на связи. Фух, ребят, сообщают, что что-то летит. Вот сейчас нахожусь в коридоре, ребят, чтобы вы понимали. Вон наши рыбки. Вот так вот и живем. Вот так и живем, ребятки, в городе Харькове. Целую ночь, ребятки, были прилеты. Целую ночь. Представьте себе, да? Губ, губ, губ. И плюс ко всему, сейчас сообщают, что что-то опять летит. Среди белого дня, ребят. Среди белого дня. Слышали, ребятки, как глупануло? Это что-то с чем-то. Аж хата затрусилась. Водичка набрата, ребят, в туалете, в ванной комнате, в погребе также водичка набрата стоит. Инвертор также есть, ребятки, в гараже на всякий случай. Вдруг света не будет. Надеюсь, что свет будет, что все будет в порядке. На поготове есть, ребятки. Ну что, ребятки, я надеюсь, вы посмотрели, как мы соблюдаем правила двух стен. Сидим в коридорах. Некоторые спускаются также в подвалы, в убежище, в погреба. Вот таким вот образом проходят наши дни. Это всего лишь один день, который вы можете лицезреть. В этот день прилетело, ребятки, прилетело в центр города Харькова. Сообщают, что это была ракета «Эскандер». И то количество разрушений, которое там произошло, это не передать словами. Я обязательно вам здесь поставляюсь вместо событий. Я прекрасно помню, прекрасно помню, как вез туда когда-то доктора. Какой у нас был с ним шикарный разговор, когда я работал в такси. Видео есть где-то на канале, сколько он дал дельных советов для мужчин. Можете найти, посмотреть. Это видео есть на моем канале. Что я должен вам сказать, ребят. Это прекрасный светлый человек, который там работал. Не знаю, может и работает и по сей день. И вот туда произошел прилет, ребят. Пишут, что это здание, собственно, медздание, поликлиника, разрушено, да, частично. Но, собственно, все коммуникации вроде как целы. Плюс высшее учебное заведение, плюс общежитие, ребятки. И плюс 10 домов, которые были рядом. Это не считая то количество машин, которые еще рядом, там находились автомобили. Посмотрите, да, это тоже чьи-то автомобили. Люди на них зарабатывали денежку. Кто-то зарабатывал не один год, а кто-то даже не один десяток лет. А кому-то эта машина вполне может передана по наследству. Потому что не все люди живут, как говорится, богато. И, как правило, зарабатывают на эти машины своим, как говорится, кровью. Помимо всего этого, естественно, ребятки, есть и пострадавшие люди. Тех, которых забрала скорая помощь. И это, ребят, всего лишь один день. Помимо всего этого, в этот же день, ребят, что-то произошло с Зевсом. Я вам видео тоже вставлю, посмотрите. Забежал он в дом. Тоже, видать, слышал эти прилеты. Забежал он в дом. Я сначала думал, что он просто забежал. А потом, когда он просто-напросто, ребятки, сходил по маленькому в доме. И я понял, что собака, скорее всего, просто напуган. Такими уже событиями. Они же слышат, все слышат прекрасно, ребят. Животные слышат то, что мы даже с вами не слышим. Помимо всего этого, также в этот день, кошечку, ребят, кошечку нашел. Я не знаю, что с ней, собственно, произошло. Посмотрите обязательно видео. Кормик дал ей, попить водички отнес. Напишите в комментариях, может, кто-то по видео поймет, что, собственно говоря, с кошкой. Ребят, вот так вот и живем. Не живем, а выживаем. Хочу сказать всем огромное спасибо, кто помогает. А кто хочет помочь. Ссылки, ребятки, для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Всем огромное спасибо за каждый лайк, за каждый комментарий, за каждое теплое слово, ребят. Спасибо вам за теплые комментарии от души, от чистого сердца. Читаю все комментарии. И вы меня, если честно, очень приятно удивляете этими комментариями. Спасибо. Я никогда не мог подумать, что настолько много у нас добрых, хороших, позитивных людей. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо за теплые слова. Пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Крепкого здоровья и мирного неба над головой. Так, ну а режиссер, как всегда, вы видите, ребятки, Шарик. Куда же без него? Шарик, Шарик. А ну, показывай шияку свое. Вроде пиджила. Не вздумай драться с котами, Шарик. Главный режиссер. Накормленный, покормил ребят его. Всем спасибо. Зевсунья, ты пришел рыбак посмотреть, да? Карасив и черепаховичей глянуть. Что ты, Зевсунька, наделал? Посмотрите, надзюрив. Надзюрив, бомбазявр. Не стыдно тебе? Не стыдно, Зевс? Взял-насяв, прям посредь хаты. Вот вам и пожалуйста, будьте так любезны. Зевсунька, приятного аппетита. Кушай. Больше не записывай хату. Бомбазявр. Опа, косточка. Всем, ребят, огромное спасибо, кто помогает от души, от чистого сердца. Спасибо, ребят. А кто хочет помочь, ссылочки для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны в любой валюте. Деньги идут на корм животным, на бензин для инвертора, на лечение кота-шарика и Санючку. Ни один, ребятки, так другой. Попробуй, смонтируй видео. Ни один гаврик, так другой. Все кушать хотят, да? Да? Кушать хотел? А ну шею покажи. Что там в шее? Дырка Е. Нама Е. Ну покажи нормально. Зарастал. Красавчик. Пойдем, дам тушеночки. Пойдем. Что шарик, что зевсунья. Два засыки. Малых. Держи тушеночку. Всем, ребятки, спасибо за помощь, кто помогает от души, от чистого сердца. Дякую, ребят. Всем крепчайшего здоровичка, мирного неба над головой, добра, бабла и позитивчика. Всем спасибо. Так, ребятки, мои хорошие. Обрезал баклажку, набрал водички и вот такой вот кормик. Кошечка, не знаю, что с ней случилось. Какая-то она такая, знаете, то ли уже знаете, как вот уйдут кошки подыхать. Знаете, с дома уходят. То ли, может, машина ее зацепила. Не знаю, заметил кошечку. Лежит. Сейчас пойду водичку ей отнесу и корму. Вроде погладил. Голова шевелится у нее. Боюсь что-либо ей сделать. Но, думаю, водичка и корм точно ей не будет помехой. Сбегал в аптеку, ребят. Купил вот таких два вида порошков. Сейчас пойду делать маме один от насморка посоветовали вот такой вот. И второй, собственно говоря, общепростудный такой. Приболела мама непонятно как вообще. Сидя дома, я в шоке, если честно. Ну, что делать, надо лечиться. Так, ребятки, вот приготовил маме лекарство от насморка. Как она могла заболеть? Ума не приложу. Не выходя из дома. Но, видно, иммунитет слабый. Вот такой вот порошочек получился. Коктейль. Сейчас пойду дам. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21, вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.